Есть два вида познания, процесса познания. Один вид процесса познания — это познание через старших, через святых, а другой вид познания — это познание внутренней опыта. И эти процессы, два, они пересекаются друг с другом. Главный процесс — это через старших. Вот, допустим, ей нужно сейчас слушать тех, кто у ней наставником является. И если наставник вот так говорит, она следует этим словам. И, ну, допустим, те слова, которые я сказал, они для неё являются запредельными для понимания. И поэтому для того, чтобы себя сохранить, она пошла слушать своих наставников. Это нормальный процесс, но есть ещё и путь, который даёт более глубокое представление о Личности, о жизни. Иногда Бог может играть роль пророка или Сына Бога. И, ну, очень сложно разобраться в этом процессе. Я как бы не христианин, но я всё равно изучаю эту тему. И мне было интересно. Ну, я как вот воспринимаю мир? С позиции науки в данном случае. То есть я жизнь изучаю с позиции тонкого тела, психического тела. Я вижу психическое тело, душу, ну, в какой-то степени. И поэтому для меня очень сложно разобраться. Вот, то есть Христос — это Бог или Сын Бога. Потому что, согласно ведам, есть разные, ну, разные проявления Бога. Например, Бог может в виде святой, может нести в себе энергию Бога и быть как, ну, представителем Бога на Земле. Это называется пророк. А бывает, что сам Бог приходит в человеческом теле. И то, и другое бывает. И у меня тоже такой вопрос возник. Ну, как вот мне, допустим, определить, это Бог или Пророк, или Сын Бога? Как мне определить? У меня есть только один способ. У человека, веды говорят, в душе, в сердце две души. Знаете об этом? Есть сверхдуша, или в ведах описано, что сверхдуша, или Господь, он размерами в сердце, на духовном плане. От основания мизинца до кончика большого пальца. Вот такие размеры. Вот здесь вот сверхдуша находится в сердце. А спереди нее находится маленькая искорка духовная. Это душа. Две души у человека. Иногда бывает четыре души, когда женщина беременная. У ребенка тоже душа и еще сверхдуша. Бывает шесть душ. Она двойнее беременная. У нее две души и две сверхдуши. У каждого ребенка тоже представительство Бога в сердце есть. Но когда Бог приходит, у него нет души, у него есть только сверхдуша. То есть там только одна душа в теле, понимаете? Вот это только я так могу определить. Я когда в Иерусалиме вот к этой плите, где омывали тело Христа, пришел, склонился. И у меня была одна цель. Я пытался увидеть эту Личность. Я пошел в прошлое медитации. Пытался почувствовать ее. Я не знаю, насколько я почувствовал правильно, но я не почувствовал там две души в этом теле. Почувствовал только одну. Ну, как бы, совпадает с ее концепцией вот этой девушки, что она демонстративно ушла. Она это сделала для Бога, как она считает. Но понравилось ли Богу то, что она сделала, я не знаю. Потому что человек, если он реально верит в Бога, он должен делать только то, что Богу нравится. А что Богу не нравится, он не должен делать. Иначе это будет оскорблением. И это оскорбление может привести человека к падению внутреннему. Потому что не всегда то, что ты понимаешь про человека, является истинным. Надо разобраться. И всегда, чтобы разобраться, нужно в состоянии доброты свое сердце держать. Когда ты на правду скатился, вышел на правду, то ты уже не можешь понять истину. Но ты при этом можешь сохранить себя еще, если ты не вышел на ненависть. Вот у девушки было два варианта поведения. Она могла со мной начать спорить и начать меня оскорблять. Или уйти под подобранным. И она сделала второй вариант. Это что значит? Она сохранила себя в этой ситуации. Нет. Нет. Потому что, когда человек начинает верить, в состоянии, когда первая стадия веры, это стадия, когда человек верит, видит только одну точку перед собой, а все остальное он не видит. И в этом состоянии у человека сужено восприятие. Вера в страсти. А? Вера в страсти. Это не вера в страсти. Это начальный этап веры. Или, как говорят, фанатизм. То есть человек видит только истину, только в одном месте. Она видит истину только в своем храме и только у своего наставника, который ей ее дает. И это нормально. Она и сказала, не волнуйтесь, я разовьюсь, когда вы хотели. Это нормально. А зачем пришла? А зачем на лекцию? Олег иначе любит. Пришла послушать. А Бог ее назад в храм отправил. И поэтому кризис, это что такое? Кризис. Кризис, это когда человеку нужно стать выше. Поэтому у каждого человека есть свой путь. Моя позиция вам известна. Я считаю, что Бог не только православным дал себя, а также и католикам, а также и евреям, а также и мусульманам, а также и другим духовным традициям, потому что Бог милостив, Он не сектант. И вера в единого Бога, пожалуйста, до Иисуса Христа была вера в единого Бога. Это и пророки все, которые были в Израиле, они все говорили о вере в единого Бога. Вот Иисус Христос об этой же вере говорил, и Мухаммед говорил тоже об этой же вере в единого Бога. И не только вот в этой культуре, которая из еврейской традиции происходит, а также и в других культурах есть такое знание. Вера в единого Бога, а не вера в то, что много Богов там, или что Бог с сиянием, или что Бог знанием является там. Некоторые считают, что Бог — это сияние. Некоторые считают, вообще нет никакого Бога. Некоторые считают, что Богов много, верь в кого хочешь, выбирай. Вера в того, что Бог один, но Он может давать себе разным людям по-разному. Моя позиция такая. Если у вас другая позиция, то тоже нормально. Это ваш процесс познания. Вы изучаете этот мир. Допустим, Моисей, кого видел Бога? Я есен то, что я есен. Он видел Бога. В виде куста горячего, да? Но он не знал, это был куст горячий, это было признаком присутствия Бога. Есть признаки, а есть Личность. Он видел Личность. И это подтверждается в еврейских писаниях. Он не в виде куста, его в виде Личности видел. И общался с Ним, как с Личностью. Пусть не разговаривает, не умеет. Поэтому Бог — это высшая истина. Он — Личность. И Он непостижим для нас. Мы не знаем глубину Его. Мы Его кем-то считаем. С Ним строим такие отношения в соответствии с Своей природой. У нас есть склонность. Вот, допустим, человек считает, что Бог настолько милостивый, что Он отдал Себя, пожертвовал Себя всем людям на земле. Когда Он верит в Христа. И как определить, что это правильная вера? Эта вера не уничтожается временем. Раз. Рождает святых. Мы знаем, что есть Святой Франциско, у которого стигмы появились, как у Креста. Вот. И так далее. То есть, есть много признаков того, что это вера правильная. Есть еще Падре Пио. Да, да, я знаю об этом. Я смотрел, когда про него фильм, я начал на него медитировать, настраиваться, увидел его. Падре Пио. Он до сих пор спасает людей. До сих пор этим занимается. Страдания берет на себя. Человеческие. Вот. Поэтому, как бы, если человек чувствует Бога, как великого, что он дает храбрость, силу, могущество человеку, дает ему бесстрашие, и это понимание тоже рождает святость. Поэтому есть много мусульманских святых, которые тоже, также верят в Бога. противоречий здесь нет никаких. Просто есть разные настроения. Даже в мусульманской культуре есть настроения, в которых, как бы, в котором они отличаются очень сильно. Поэтому они между собой враждуют из-за непонимания глубины Бога, вражда идет между разными направлениями. Там даже христиане между собой иногда сражаются, потому что и мусульмане тоже разные крылья, потому что у них нет глубины понимания Бога. И конфликт означает, что нам надо развиваться. У меня сейчас конфликт с девушкой произошел. А? Да. У меня произошел с ней конфликт. Я справился или нет? Да. В какой-то степени. Я думаю, что я не настолько справился, чтобы мне понравилось. может вам понравилось, но я почувствовал чуть-чуть, она меня вывела из равновесия. У меня не было абсолютной доброты и я очень благодарен Господу, что Он мне эту ситуацию создал, потому что я сейчас почувствовал Его присутствие. Да, Он приходит, тебя сковывает, и ты такой, а, ничего не можешь сделать. У меня разок была ситуация такая. Я расскажу вам немножко. у меня на лекцию один из моих наставников решил прийти, потому что он решил публичные лекции давать, а он всю жизнь жил в монастыре, в монастыре, и был настоятелем в ведическом монастыре. И он решил начать читать лекции, и он очень смиренный, хоть он мой наставник, но он очень смиренный человек, и он говорит, научи меня читать лекции. Я там ему какие-то вещи рассказал, но говорю, на самом деле все так просто, нет никаких проблем. И он сел на перлят, начал слушать лекцию, и во время этой лекции я так типа показываю, такой начал гордиться собой, такой крутой, все знаю, короче. Представляете, такая вещь произошла. У меня в жизни никогда, 30 лет читаю лекции, в жизни такого никогда не было. Но тоже неординарный случай сейчас произошел. Это очень классно, испытывает на себе присутствие Бога. Он тебя сковывает, такой говорит, ну смотри, сейчас я тебе устрою, пусть к нам а. Вот. И там была такая ситуация, это было в Москве, там примерно тысяча человек в зале сидело, и одна женщина посреди зала такая встает, а не, даже не встает, сидит просто такая. Видно, женщина такая очень образованная, и она сидит, и говорит, по-доброму совершенно, говорит, Олег Геннадьевич, вы что здесь нас всех за дураков что ли считаете? Я не знаю, что ответить вообще, такой, меня сковало вот так психику, и сразу с нескольких сторон начали люди со мной спорить в зале, вот так прямо с нескольких сторон, причем они это делали спокойно, по-доброму, убедительно, и я такой раз, я весь такой похолодел, и я понял, что я выпендриваюсь перед старшим, и Бог меня сейчас прям начал наказывать, я такой руки сложил, говорю, простите меня, люди добрые, что я что-то там начал говорить, что не является моей квалификацией, я перешагнул через свои возможности внутренние, и поэтому возбудил у вас чувство правды внутри, вот, и люди как-то меня простили в этот раз, итак, мы с вами изучаем тему конфликтов, Господь нам помогает ее изучать, практически у нас с вами занятия пошли, вот, ладно, как темперамент влияет на конфликты, на конфликтность, на вот эту вот тему закончим, принятие, да, я остановился на принятии, что он свой крест взял, как бы, вот это вот, начал говорить об этом, и я в данном случае еще раз повторяю, рассуждаю не про про Иисуса Христа, потому что как бы наши материалы туда волка съесть, как бы, я ничего про него не знаю, вот, я сейчас говорю о его поступке, то есть он принял свой крест, означает страдание всех людей на земле, и это тоже я там в Иерусалиме тоже увидел такую интересную вещь, такой опыт получил тоже, я тоже его изучал, на этот камень, я к нему прислоняюсь, мне нравится по этому камню изучать эту личность, и я начал смотреть на его рождение, ну, рождение, знаете, да, когда произошло, несложно догадаться, 2023 год назад, в определенном месяце, мы сейчас это Санта-Клаус встречаем, на самом деле, это рождение, да, 24, это рождение Христа справляют, и календарь от этого, от этой даты как бы идет, вот, ну, я пришел туда, и начал молиться, и увидел, когда я почувствовал рождение, ну, опять же, можно сказать, ты не можешь почувствовать, ну, неважно, когда я почувствовал рождение, я увидел до рождения тьма, а после рождения свет, это я такой увидел вещь, мне это очень понравилось, но это все мои познания, короче, все, что я знаю, я не увидел точно, что это одна душа, я очень сильно старался посмотреть лучше, но увидел, что скорее всего, это одна душа, у меня не было видения, что две, потому что я не способен увидеть эту личность, но значит, для этого нужно быть очень возвышенным человеком, но это все, что я могу здесь сказать, вам честно признаюсь, но уверен, абсолютно убежден, что все люди, которые поклоняются Христу, они все идут правильным путем, и я поэтому на ретрите буду повторять Аллилуйя, будем молиться по-христиански с вами, не надо сейчас, пожалуйста, тема, это очень болезненно, сейчас мы и так на атмосферу до предела, люди уже уходят, вот, сейчас не будем продолжать, вы меня не поняли, я никакие утверждения не делал, я просто говорил о том, как он сам по себе рассказывал, и говорил о том, как его приняли, там-то, там-то, и все, не было никаких идей навязываться с пониманием и так далее, все было немножко иначе. Продолжаем беседу про принятие судьбы, и мою любимую песню поставлю на этот счет, потому что она очень сильно характеризует именно вот это состояние принятия судьбы, и это состояние нам пример показал Иисус Христос, и когда человек чувствует влияние судьбы, он должен сначала ее принять. Вот сейчас я лекцию читаю, вы в напряге сейчас находитесь, честно? Нет. Кто в напряге? Душно жар пошел, да? Я в сильном напряге нахожусь. А? Да? Знаете, это что я говорю сейчас о принятии, и приходит время, человеку нужно согласиться судьбой, не оправдывать себя, не доказывать ничего, просто сказать спасибо Господи, несу крест, который ты мне дал нести, и все. Какой крест, там разберемся по дороге, вот, насколько тяжелый, будешь падать или нет, будешь выдерживать нагрузку или нет, неизвестно. Известно, что это твой, ты его берешь и несешь. И вот это самая первая стадия побед над судьбой. Если человек эту стадию прошел, дальше будут следующие спокойствие в сердце, способность понять следующая стадия или влияние, и третья победа полная, когда все заканчивается копиен. Вот, и что такое конфликт? это развитие для кого? Вот между девушкой и мной конфликт произошел, для кого развитие? Для девушки развития для меня нет. Я шучу. мои хорошие конечно для обоих все нормально, но я думал вы начнете смеяться, а вы начали со мной спорить. Конфликт продолжается. Это моя ситуация, мои хорошие. Это для нас рост, для нас обоих. Конфликт означает... Мне не надо ничего говорить об этой девушке. Эта девушка слушает мои лекции, я ее очень люблю, она моя любимая слушательница лекций, так же как вы все остальные. Все кто слушает мои лекции, я буду всегда в своем сердце любить этих людей. И не хочу сейчас больше о ней никаких рассуждений, потому что я знаю, что вы сейчас хотели мне сказать, и я не хочу это слышать. Все. Вот. Я в памяти в своей всегда буду держать светлую память а те, кто три часа терпел меня сидел. Я очень благодарен этим людям. Все. Значит, итак, конфликт это для обоих. Это очень важно знать. Для обоих. Но в основном кажется, что для него больше, чем для меня. Потому что мы всегда такие, это наша природа. Нам всегда нравится считать себя чуть-чуть поправдивее, получше. Нам всегда так кажется. На самом деле конфликт дается для обоих. И первое, что надо сделать, это принять свой крест. Вот ты сидишь перед удавом, удав тебя душит. У тебя сейчас вот такая ситуация. ты не на коне находишься сейчас, а под конем. Тебе коня нести придется. В основном ты на нем скакал в жизни. Но вот в этой ситуации тебе придется брать коня и нести на себе, потому что у тебя конфликт. Будешь напрягаться, пыжиться и чувствовать себя некомфортно. Вот. Как темперамент влияет на конфликт? Итак, разобрались, да? Если человек не принимает судьбу, дальше что происходит? Дальше он входит в состояние правды сначала, потом ненависти. В состоянии правды он еще может как-то выдержать, а в состоянии ненависти он уже не выдержит. Если человек принимает крест, дальше что происходит? Спокойствие в сердце, потом знание, потом победа. Понятно? Все схему уяснили. то есть принятие креста означает смирение. Нас бьют, а мы крепчаем. В этот момент мы просим Господа о милости, пытаемся помнить о нем, молимся, стараемся. Правило такое, не ничего не доказывай, просто прими сначала, потом все разберутся во всем. Когда пришел конфликт, ничего не доказывай. Можешь попросить прощения, прямо сейчас проси. Не можешь не лезь. Да? Что делать, если в конфликте у каждого своя правда? Вот. Это и есть конфликт. Да. Что делать? А когда человек добрый, то что значит доброта? Доброта означает, что ты позволяешь человеку иметь правду не такую, как у тебя. Другой доброты в этом мире не бывает. Понятно? То есть я согласен с тем, что такая правда есть, она имеет место быть, и это не мое дело. Вот эта правда не мое дело. Это называется доброта. Если человек не в доброте находится, то он будет что делать? Свою правду отстаивать. Первая стадия отстаивания это спор. Вторая стадия это что? Война. Отсюда у нас есть джихад, да, у нас есть справедливое мусульманское, есть крестовые походы, справедливая христианская война, есть разные другие справедливые войны, то есть война означает, что люди не смогли, не смогли по какой-то причине, может быть причина, что они не справились, а может быть они имеют дело с чем? С нарушением заповедей. Вот, и если с этим имеют дело люди, тогда тоже будут проблемы. с этим разобрались, с этой ситуацией. Дальше поехали некоторые нюансы. Итак, как темперамент влияет на конфликтность? Что такое темперамент? по-вашему? Это способность реагировать на определенные ситуации. Да. Ну, то есть темперамент состоит из двух составляющих. Первая составляющая это глубина восприятия, а вторая сила, способность это терпеть. Ну, вот, чем глубже восприятие, тем больше надо энергии для того, чтобы это выдержать. И энергия откуда берется? От природы. Поэтому Святой Франциско и пошел жить на улице. Потому что там больше природы. И он зимой ходил, лежал, спал на снегу, и летом под раскаленным спу солнцем находился. Это очень с точки зрения способности принятия судьбы я никому как бы не рекомендую. до такого метода. И сам тоже живу в нормальной обстановке, но при этом пробежечки делаем, проруби купаемся, потому что контакт с природой все равно дает возможности. То есть, чем глубже у человека восприятие ситуации, тем больше его будет растаскивать, когда ситуация для него несправедлива. Вот пример такой, допустим, есть люди дубовые, он веслом по морде стукнули, морда красная, я на одном берегу, мой отец на другом берегу. Помните, Евдокимов и Мореска, как это, он говорит, я не знаю, он меня веслом стукнул по голове, я не знаю, что он от меня захотел вообще. Ну, то есть, не пробиваемый, просто ему по башке дали, а он нормально, я себя чувствую, нормально, говорит. Ну, то есть, восприятие дубовое у человека. Ну, это значит, что конфликтов почти не будет. Он как бы, говорит, я не знаю, что он от меня хотел, ну, я его ударил потом. То есть, восприятие дубовое, конфликтов нет. Если восприятие очень чувствительное, а чувствительность, Саш, правда, воздуха не хватает за это. А? Может быть, открыть двери получше, потому что именно открытие дверей помогает. Духота прям, Надо открыть вот шторки вот эти вот все. Воздух в основном с улицы идет всегда, он с вентиляцией никогда не справляется. Знаете, как определить, что воздуха не хватает? Спать хочется, думать тяжело и жарко становится. Это нехватка кислорода означает. И правда. Когда холодно, есть холод, есть тепло, а есть нехватка кислорода. Люди говорят, ну кондиционер же работает, кондиционер дает холод, он кислород не дает. И при охлаждении зала, может быть, при этом чувство, нет концентрации, испарина, и спать хочется. Это значит, что нет воздуха. Понятно, как можно определить? когда открывают двери, то сразу воздух заходит даже вообще. Очень быстро проветривается помещение, если просто убрать шторки и открыть двери. Вот сейчас уже так, открыли там все? Легче, видите, уже воздух пошел, легче стало. Когда что? Слабое здоровье, это постепенный путь, постепенный подход. То есть сначала надо начинать с теплой воды, 28 градусов, постепенно доводить до 70 минут. С медленного движения, неподвижное положение тела, находиться в бабочке, это самая простая поза. К стеночке вставать не надо, это тяжелее. И постепенно увеличивать нагрузку. Всегда, когда человек начинает совершать аскезы, самое сложное это вход. То есть слабое здоровье означает, что ты не можешь войти, у тебя обострения начинаются. Где-то полгода или год может длиться вход, вход в аскезы. Если ты аккуратно, мягко вошел, дальше разницы нет. Ты можешь и в проруби сидеть, и бегать, как все. И что хочешь делать, потому что, когда ты вошел в аскезу, ты энергию уже усваиваешь, природу, она у тебя переваривается, дальше лечение пойдет полным ходом. То есть не важно, на какой степени заболевания человек находится, если он вход сделал правильно, мягко, аккуратно себя приучил к энергии природы, то дальше у него всегда здоровье будет только улучшаться. и так темперамент, как влияет на конфликт? Тут у человека есть две вещи. Первая — чувствительность, и вторая — сила. Сила — это энергия природы. Например, спокойствие дает только вода. Человек никак не может по-другому получить спокойствие. Можно там со мной лунштейнием заниматься. Даже когда гипнотизер тебе внушает спокойствие, он тебе энергию воды передает свою. Все. Больше никак. Только энергия воды дает спокойствие. Прорубь — это самое сильное спокойствие. Если человек может четыре с половиной минуты сидеть в проруби, то у него спокойствие будет железным. Потому что у него много энергии воды, но все равно очень сильно влияет чувствительность ситуации. Например, для тебя ситуация очень чувствительная. Речь идет о твоей вере. Кто-то затронул твою веру, ее трактуют неправильно. Ты можешь быть очень железно спокойный человек, но ты очень сильно веришь. И в этот момент тебя начинает трясти. Почему? Потому что ты должен верить тому, кто говорит не то, что связано с твоей верой. То есть у тебя противоречие пошло, и тебя колбасит. Вот. И быстро энергия воды очень сильно уменьшается в психике. И человек потом вскипает. Это хорошо, что я в Санкт-Петербурге читаю лекцию, а не в Дагестане, допустим. Что все вскипают по-разному. Нужно как бы, как бы... Иногда человек сначала зарезал, а потом сказал извините, я как бы погорячился. Ну, то есть есть разные темпераменты, я не против Дагестанцев, просто там темперамент другой уже, более сильный такой. в Санкт-Петербурге лекарный темперамент у людей. Разные люди с разным темпераментом. Темперамент это означает чувствительность. Люди иногда сильно, ярко реагируют, они очень чувствительны. А если еще энергии воды не хватает, что все душно вам еще? Получше стало? Извините, а вода получается на эмоциональное тело, да? На остальное тело почему-то ели? Это называется психическое тело. Психическое тело, да, по разуму называется. Да. Я сажусь в воду, получается, внешне у меня водоразит, а внутри... Успокаивает. И вот когда вы согрелись потом, потому что обязательно надо переохлаждение убрать, физическое тело реагирует на воду, оно остывает. И это остывание сразу ничего плохого не сделает, за исключением, если ты не имеешь хирургической патологии никакой или онкологии, то есть у тебя нет критического состояния какого-то внутреннего организма, то вода ничего плохого сделать не может. Она тебя переохлаждает, у тебя идет переохлаждение, и только через какое-то время это переохлаждение может сказаться на здоровье. Но если ты в течение получаса, допустим, или часа потом заходишь в парную и там тоже на пять слоев лежишь или хотя бы на два с половиной, ну то есть долго в воде надо лежать, в теплой, чтобы, ну как это просто ты согреваешься, когда согрелся, значит ничего плохого не будет, то есть надо восстановить свое тело физическое, а когда ты потом выйдешь из горячей воды, что ты почувствуй внутри? Спокойствие. Вот именно это и остается, то есть с тобой остается энергия воды, когда тело согревается. Но если ты лежишь парной больше, чем положено, то у тебя расходоваться энергии начнет воды испаряться. То есть тело согрелось, оно свое взяло, осталось в психическом теле, у тебя физическое тело согрелось, а в психическом осталось что? Спокойствие. Вот это и есть омоложение в практике. То же самое, ты когда бежишь, ты нагреваешься, вот ты бежишь, ты нагреваешься, и когда ты пробежался, ты в воду залез, что сделал? Остыл. Что осталось внутри? Чистая энергия праны или силы, которые ты набрал, накачал во время пробежки. Поэтому сочетание как бы... Очищение чакр происходит во время бега? Чакры это подстанции энергетические, которые преобразовывают энергию. Преобразование энергии это то, что чакры делают. Часто их неправильно понимают. Вот есть сушуна, это психический канал, который по центру идет в психическом теле. Через него идет энергия праны. У человека есть три энергии всего, потому что три энергии есть у души. Есть энергия вечности, знания и счастья. Через сушуну идет энергия вечности. В организме она называется прана. Когда заходит нас, называется прана энергия. Или энергия воздуха течет. И когда она через макушечный центр заходит, она из духовной реальности приходит. Это называется мукья прана, энергия или духовная прана. Из высшего мира. Из духовной реальности. И она должна трансформироваться в тонкую энергию. Из духовной она должна психической энергией стать. И чакры эту трансформацию делают. Чем ниже проходит прана, тем грубее она становится. в самом нижней младхара чакре она соединяется с грубым телом. Когда она в манипура чакре находится посередине, она с психическим телом соединяется. Ну с нашим островом, психическим телом мат. Когда она находится в аджной чакре, она с психическим телом разума соединяется. Это более тонкая структура. Ну то есть чакры преобразовывают энергию. А чистота чакры означает, наверное, их способность преобразовывать, это сила, их сила действия, сила работы. Но святых почему? Это не чакра. Это свечение получается веще пескового отраса, когда кудалин поднимается, когда они очищены. Это свечение означает, что человек обладает очень высоким потенциалом энергии. Ну то есть у человека есть энергия знания духовная, энергия счастья и энергия вечности, три энергии. И когда допустим на святого человек смотрит, то что он кроме света видит? Вот допустим чем отличается солнце от святого человека? Ты на солнце видишь что видишь сияние на святого человека видишь тоже сияние в чем разница? Разный потенциал когда ты видишь смотришь на солнце тебя расслабляет хочется заснуть я на солнышке лизу хочется попал деть и когда ты видишь святого сияния у тебя меняется жизнь я разок был в Киеве и один читал лекции один человек сказал я спонсор Киевско-печерской лавры хочешь я тебе святых покажу ты все время о них говоришь я говорю а там все время народ я не смогу светочным говорить я тебя приведу вечером у меня там знакомые один монах тебя приведет откроет тебе гробницу и ты можешь вот прямо прикоснуться стопами своим головой и побыть с этим святым сколько тебе надо я говорю хочу а он говорит а какого святого тебе выбрать я говорю ну я вот людям даю знания лечу людей у вас есть такой который лечит людей он говорит да есть святой Агапит я говорю давай к нему и он привел меня открыл гробницу монах отошел в сторону стоял просто ну так не мешал мне короче он не имеет права выходить чтобы следить что там будет происходить в это время я коснулся своим лбом его стоп почувствовал благодать благоухание Божье это не как духи а что-то то что похоже на духи только внутрь заходит благоухание только внутрь тело пошло я закрыл глаза и так как Бог не дает возможность видеть я этой возможностью воспользовался я увидел на опушке леса стоял этот человек святой Агапит и от его головы исходило сияние он не смотрел на меня смотрел вот так оком вот так вперед и это сияние оно начало менять мою жизнь я смотрю и у меня я избавляюсь от несчастья избавляюсь от страданий от невидения и я просто вообще не ожидал что бывает я смотрю на него и его сияние меняет мою жизнь на солнце ты когда смотришь тебе жарко становится приятно настроение поднимается а тут сияние менять твою жизнь начинает это духовный свет исходит от святого это очень высокий высокая сила сияния это не тонкоматериальная энергия как у солнца а это духовная энергия совсем другая вещь вот пора заканчивать да Саша я понял ну мы в общем с вами еще завтра эту тему вам тема понравилась про конфликт у нас практически были занятия и темперамент как влияет темперамент означает глубина восприятия ситуации темперамент соединяется с силой человек и влияние может быть очень хорошим в этом соединении если силы больше чем темперамент то есть если у тебя конфликт идет и у тебя силы больше чем твое ощущение ситуации ощущение может быть глубоким допустим вы сказали вы почувствовали ситуацию да ничего мы не почувствовали а я почувствовал сильно потому что моя слушатель царевь со мной расставалась понимаете и пошла дальше по жизни я провожал мне было печально но я чувствовал счастье чувствовал что Господь присутствует потому что меня так потряхивает ничего вот он проверял меня на смирение и я увидел что я не прошел где-то на троточку наверное прошел как у вас ситуация что вы не хотите я должен был очень по-доброму себе очень смел это вам так кажется я же лучше знаю мне хотелось ей сказать что я хороший куда-то попел я не сказал но я чуть-чуть сказал ладно мне хорошо ну то есть не помогла ледяная вода наверное я так думаю но есть еще смирение у человека смирение это приближение к душе знаете чем ну то есть есть благочестие добрые дела человека и когда достоинство человека на добрые дела опирается то это называется гордостью когда достоинство человека опирается на Бога это называется смирением когда ты не считаешь себя знатоком а Бога считаешь знатоком а ты просто передаешь его послание то это называется смирение. Когда ты считаешь себя правым, это называется гордость. Человек всегда должен чувствовать в конечном счёте, что он ничего не знает, что по милости Бога он может что-то сказать. Такое ощущение называют смирением. И конфликт означает, что у тебя не хватает, а смирение означает способность видеть себя как душу. Потому что чем больше человек имеет эту способность, тем смирение он себя чувствует и преданнее Богу. И поэтому Бог иногда может тебе сказать, а тебе надо, ты вот такие лекции читаешь, тебе надо получше себя как душу чувствовать. Поэтому оп, конфликт! И он показывает тебе твою гордость. Говорит, а ты нифига ничего не соображаешь в этом, вокруг себя говоришь. Ну, то есть, это очень важно развиваться в человеке. И конфликт означает, что мы развиваемся. Ладно, тогда повторяем Аллилуйя. У нас с вами будет ретрит «Победа над судьбой». Я вам всем советую прийти. Сейчас очень непростое время. Две горячие точки на земле. Одна затухает. Я не знаю, где истина, но у меня ощущение такое, что в марте месяце, в конце марта что-то такое произойдет, что положит начало на успокоение этого конфликта в Украине. Я не знаю, что именно произойдет. Я не знаю, вы можете гадать. Я вам говорю, я не знаю. Но я знаю, что к июню месяцу, я так чувствую, скорее всего, это вообще станет минимальным этой энергией. Я могу ошибаться. Я вам сейчас говорю, как я чувствую честно. Я это ощущение молился долго. И примерно полтора года назад я увидел, что все время отодвигалась дата окончания. И она остановилась на марте 24-го года, еще полтора года назад. И дальше перестала двигаться дальше. Вот. Я вам говорил об этом, да, на лекциях эту дату называл. Я ее не поменял в своем восприятии. Но я увидел, что, возможно, до июня еще там какие-то разборки будут. Ну, дальше я не вижу ничего. Я могу ошибаться, конечно, я не Бог, но у меня вот такое восприятие, что этот конфликт гаснет сейчас, теряет силу. А вот тот второй конфликт только набирает силу. Ну, слава Богу, не так сильно, как я боялся, что будет. Могло бы быть вообще жара. Если бы уран включился, то было бы капец.